В Московской губернтской универсальной библиотеке собрали коллег со всей области, а также специальных гостей, руководителей театров и актеров. Последние поделились своим опытом работы с молодежью. У нас с этого года открылся театральный курс для деток от 8 до 15 лет при Богоявленском соборе, при нашей епархии, у них школы искусств. Мы набрали театральный курс, где наши актеры преподают актерское мастерство, движение, сцен, речь. Остальные предметы берет на себя школа в Богоявленском соборе. Во время мероприятия сотрудники Московской губернтской библиотеки, которая по совместительству является и методическим центром для других читален, презентовали проект «Весь мир – театр». Он рассчитан на год и разделен на несколько этапов. Я как кандидат исторических наук буду давать цикл обучающих интерактивных лекций в районах для библиотекарей. Это по истории театра, по истории преломления театра в библиотеке, то есть подготовка сценариев, такой теоретический блок. За теорией последует практика в виде мастер-классов от режиссера губернтской библиотеки. Наталья Московская расскажет, как организовать театр мод в стенах детских библиотек, из чего изготовить костюмы и как выгодно себя презентовать. Главное детей ожидает то, что они будут активными участниками. То есть это достаточно быстрое внедрение или быстрое освоение определенными технологиями актерскими, творческими, что так необходимо детям просто при их образовании и развитии. И, конечно же, и театр моды, и театр ростовых кукол будет тесно связан с литературой, с персонажами, книг, сказок, в зависимости от возраста. Еще один интересный проект, который презентуют библиотекарям – программа «Рисуем слух». Она заключается в том, чтобы ребенок одновременно слушал сказку и учился рисовать ее персонажей. Начну с рассказа белорусской современной писательницы Алены Масло «Меня зовут Лохнеско». Это поучительная история о том, что нельзя судить людей по внешности. По моей задумке, почему именно должен живой голос звучать, потому что живой голос, в отличие от аудиокниги, знает, когда остановиться, когда сделать паузу. Планируем, возможно, еще какую-то музыкальную подложку под это дело. И в конце провести с детьми беседу, что они поняли про этих персонажей. В реализации проекта Губернской универсальной библиотеки помогают театры. Сразу два – Государственный академический центральный театр «Кукол имени Образцова» и Московский областной театр драмы и комедии – представили на выставку «Самое дорогое» – свой реквизит. В экспозиции представлены куклы из детских спектаклей. Цель у нас какая? Направить на то, чтобы дети интересовались книгами, сценариями, спектаклями. Потом будут экскурсии именно дети, будут приезжать из разных школ, не только же вот эта школа, которая здесь у нас, и будут проводиться экскурсии для детей и взрослых. Кульминацией проекта станет подготовка театра ростовых кукол силами всех библиотек. Что из этого получится, покажут в конце года. Инга Лапикова, Павел Розин, Пушкинское телевидение.